Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксенанс и сегодня у нас новый сценарий, режим для новичков на базе знаний в Доте 2. Погнали, ребятки! Что мы сегодня должны сделать? Мы сегодня пробуем сыграть. Режим новичка, конечно же, погнали! Находим обычную игру новички. Так, нет, нам не это надо, нам нужно попробовать сыграть вот это. О, чё, поиск тоже есть тут? Лол! Не знал, если честно, я думал, сейчас обычную игру начнём и типа в этом видосе играть обычную игру, конечно же, это было бы не очень круто. Сейчас мы попробуем сыграть в Доту, как оно есть. Режим для новичков. Посмотрим, что он нам тут предоставит, сколько времени, интересно, будет искаться игра, и я немного не понимаю, почему это так сделано, ведь это должно быть прям всё в Доте, но довольно-таки интересно. Скорее всего, пойдём за Акса, я так смотрю, у нас тут Акс нарисован, и, наверное, придётся играть за Акса, ребята. Сейчас посмотрим, что у нас произойдёт, когда Каточка найдётся. Каточка нашлась, ребятки! Погнали! Choose your hero! Тут вам предоставлены, ребятки, будут самые простенькие герои, которые у нас вообще есть в Доте. Тут есть у нас немного поддержки, и, конечно же, есть основные персонажи. У нас тут есть Акс, Акс, Декатра, Кса, Юрнера, Мартретка, Снайпер, Тайт, Вайпер, Виндранер... Виндранер чуть не сказал, Виндрочка, извините, это профессиональность первой Доты. Конечно же, в Рейс Кинге, он же Скелетон, Зевс, ЦМочка, Джакиро, Лич, Леон, Путш, конечно же, Венжефул, Варлок и у нас есть ещё Вич Доктор. Давайте, наверное, так, ну что, за Рудги играть будем? Всё, погнали, за Рудги играть будем. Сейчас будем хукать. Покупаем всё, что нам тут, так сказать, предоставляет наш ранний закуп, то есть руководство рекомендует, как написано, и погнали. Вы также можете здесь, в этом режимчике, лёгенько, так сказать, ознакомиться о персонаже, который вам там предоставлен. Ну, Путшат, что, в принципе, хук. Второй спелл это ДПС такой, гной, который будет всех замедлять и заражать. Третий спелл у нас способен гарантированно блокировать часть урона от любых типов атак, а также даёт дополнительную силу за каждого убитого и погибшего поблизости вражеского героя. Эффекты накапливаются с начала игры, но герой получает силу только после изучения. Это важный момент, также работает, как и в первой доте. Блок урона, дополнительная сила и радиус 450. Это всё понятно. Если честно, вот после того, как изменили вот это всё во второй доте, я ещё не плейл, так сказать, на Пудже. Так, у нас тут всё есть. А почему тут у нас закрыт магазин, я уже думал тут... Давайте выставим через Shift, нажимаем Shift, нажимаем на Tranquil Boots, и у вас Tranquil, так сказать, падают в этот, в быстрый закуп. И потом... Ого, как Курьер летает. Нифига себе, это что такое? Шесть. Очень быстро Курьер летает. У вас есть непотраченные очковоспособности. Да, мы, скорее всего, вкачаем либо хук, но хук нет. Мы вкачать на первом левеле хук нет смысла. Мы имеем смысла за медло, конечно же, и на руне, там, да, образно, за руну подраться. Вдруг что-то у нас будет, так сказать. А что за Y тут почему? Автодоставка. Нет, автодоставка не нужна. Тут, возможно, какие-то будут приколюхи. Но не суть. Мы пойдём в центральную линию. Прокачаем второй спелл. Забиндели мы сейчас себе Tranquil и будем их собирать. Варды, конечно же, лучше ставить в начальной стадии. Аккуратненько, быстренько побежать поставить. Потому что за варды тут очень много экспы и золота даётся. Вард мы поставили. Варды, кстати, тут, по-моему, бесплатные. Вот он в расходник. Ещё один вард можно будет взять. Берём и присылаем себе курьера. Можно было прислать курьером через F3. То есть, образно, вот так нажимаем F3. И сразу вот тут вот иконочка полетела, что доставляется курьер. Доставляются предметы. Так, у нас там вайпер ходит. Вайпер ходит. Вайпер опасный. Они идут на руну вот сюда. Или не идут? Ребята серьёзные. Смотрите, на руне стоят. Ещё голд забрали. Всё, я туда не пойду. Их там было трое. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Вайпер на центральном. У него, в принципе, тоже немножко расходников. Погнали. Сначала ластхитим. Качаем второй, третий хук на раз. И погнали. Немного подблочим. Ой-ой-ой, там ребята дерутся. А чё я руну не забирал? Ну да ладно. Быстро, 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 быстро успеваю руну забрать. Не успеваю. Печалька. У нас союзник тут. Погнали, задушим. Нифига, каточка с ботами получается, да? Ластхитим. И хорошо. И закупаем через Альт-Р сапожок. Можно его сразу себе прислать через Ф3. Вайперу не даём ластхита. Стараемся добивать крипов всех. И сейчас будем проходить начальное, так сказать, задание. Так, есть у нас сапожок. Хорошо. Можно ещё закупить. Можно сразу же купить колечко. У нас есть колечко. И, конечно же, Транквилл. Давайте возьмём хук. Стоит у нас тут вайпер. Не знаю. Можно хуки, кстати, отменять. Можно отменять хуки. Так, пришёл у нас Транквилл. Хорошо. Ластхитим пока. Тренируемся. Можно потренироваться ластхиту, ребятки. Посмотреть ландшафт. Очень даже довольно-таки удобный модик. Лич у нас пришёл. Так, возьмём третий. Ух! Включили, заюзали. И у нас улучшается, так сказать, наша сила. Как говорится, сила. У нас теперь есть возможность заблокировать энное количество урона. Очень хороший спелл. Активный. Если честно, она уже ещё не играла за пять лет. После того, как вышли обновления. Ластхитим. Если вам тяжело ластхитить во второй доте, то просто учимся здесь. Смотрим. И всё будет огонь. Давайте немножко побыкуем. Вайпер сразу отходит у нас. Или подходит. Опа, сюда. Включаем третий, чтобы вдруг он на развороте не бил нас. Ой-ой-ой. Можно скушать тангусик. Всё, отпускаем его. Прокачиваем спелл. По тавр лучше не идти. Тавр бьёт очень сильно. Очень сильно бьёт тавр. Раньше, помню, за ластхит, кстати, ещё золото давали в одном каком-то патче. За ластхит своих крипов. Что там вайпер ходит? Ну-ка, уходи. Давайте попробуем попасть по нему. Вот так стоит. Попадаем. Ой, хорош. Пуш, хорош. Кушаем веточку. Идём, пилим. Ух ты, какой быстрый. Смотри, какой быстрый. Ой, развернулся. Давайте убивать. Хорошо. Фаерия юзает. Не даёт убить его. Я должен догонять его. Так, стой. Если что, сейчас юзанём манго. И хукать будем. Прямой хук. И попадание. Отлично. Задушили. У вас много золота. Возможно, стоит его потратить. Да, давайте возьмём стик. А можно его апнуть? Стик апнуть нельзя. Ладно. Ладно. Стик апнуть нельзя. Хорошо. Забрали мы вайпера. Вайпер нам не беда, не помеха. Мы спокойно его задушили. Апнули шестой уровень. Прокачиваем мультимейт. Хорошо. Казалось бы, блин. Чем ты занимаешься, да? Ян, чем ты занимаешься? У нас появился рейндроп. Так, руны богатства появляются в начале, а затем каждую третью минуту. Это, кстати, важная информация. Я иногда тоже не понимал, как у нас, так сказать, дропаются эти руны. И сейчас хотя бы будем понимать. Каждую третью минуту дропаются руны. Окей. Я понял. Хорошо. Так, вайпер у нас на центральную вернулся. Взяли мы рейндроп. Рейндропы защищают от... Смотрите. Ну, тут вся расписана. Теряет один заряд и блокирует до 120 магического урона. Срабатывает только, если урон был больше 75. Изначально имеется 6 зарядов. И пропадает вместе с последним из них. Очень хорошая вещь для того, чтобы, так сказать, избавляться от большого магического урона. Именно, то есть, на лайне. Да, Харас, образно, против Зевса. Зевс бьет второй. Молния. И, конечно же, вам урона наносится меньше. Давайте попробуем хукануть. Не получилось. У нас вайпер немного помансил. Мистер Кривой Хук. Хен с ботами не может попасть по крипу, да? Хорош. Хорош. С ботами, так сказать, играть, так сказать, могут только боты. Так что мне не надо вот это. У нас на топе руна, кстати, еще вода лежит. Очень хорошая руна, которая позволяет восстанавливать хп и ману. Так, у нас там, смотрите, какой-то замес. Давайте вот так сделаем. Ой-ой-ой, Ахевича поймал. Нету маны. Юзаем манго. И сейчас надо засейвить нашего тиммейта. Сейвим вроде хорошо или нет. Вайпер пришел, поможи делать. Надеремся, по идее. Нет, надо отойти. Надо отойти. Опасно. Хилочку можно накинуть. И отходим. Аккуратно отходим. Сейчас на развороте будем работать. Он не видит нас тут. Оба. Хук. Прямой хук. Минус. Ничего себе. Вот это я даю. Так, а ну стой. А ну стой. Не надо хилиться, дорогой. Все, задушили. Отлично. Киллинг спри даже сделал. Ну вот это я вообще браконьер. Так, нам доступны новые артефакты для покупки. Это у нас линза. Апнутый стик. Но стик в принципе тут почти нету героев, которые жестко бы юзали. Тут есть Мартретка. Она юзает первый, второй очень хорошо. Этот герой юзает хорошо. Против вайпера на миду стик особо как бы, ну, не нужен. Честно. Но в принципе для тимфайта очень даже хорошо. Можно будет взять. Давайте возьмем, закупим стик. Правой кнопкой мыши покупаем. И можно купить линзу. Линза нам даст маны. Даст восстановление маны. Дальность применения заклинаний. То есть, соответственно, хук у нас будет лететь дальше. И ультимейт мы сможем дальше юзать. Давайте его тоже купим, этот артефакт целиком. И, конечно же, можно будет еще подкупить хут. Тут можно будет взять сразу клаку. И дополнительно. Так, у нас кончились варды. И можно было, кстати, еще бы ману немного взять. Расходники. Что-то вайпер стоит. Наверное, хочет таверну. Давайте немного покушаем вайпера. Хорош. Душим. Душим вайпера. Оба. И хукаем. Отлично. Апнули десятый уровень. Сейчас посмотрим, что нам дается по талантам. К сожалению, вы, наверное, не увидите из-за расположения моей камеры. Но тут дается замедление от второго спелла или к броне. У пуджа очень мало брони. И если там есть какие-то лютые дамаги, образно против вайпера, я, наверное, бы вкачал второй спелл, потому что... Ой, второй спелл. Атрибут по броне. Это именно второй атрибут, так сказать. И чтобы вайпер меня сильно не бил, я бы взял броню. Можно взять замедление. Но я возьму броню, так как стоит на миду вайпер. И у нас еще один левел есть. Качаем, конечно же, флэш-хипы свои. И давайте, наверное, закупим худ до конца. И стоп. Возьмем несколько расходников. Вот тут ману возьмем. И вот здесь вот возьмем хилочек. Хорош. Пока я там стоял, у нас тут ребята дрались. К сожалению. Так, мартретка на меня нападает. Мы скушаем, восстановим хп. И нанесем. Нет, не нанесем. Нам сейчас, походу, тут нанесут. Хорош. Включили и смягчаем. Так, нету ДПСов на нас никаких. Захиливаемся. Перемещаем худ. И можно будет что-то сейчас на развороте, наверное, сделать, да? Опа, погнала. Вот так вот делаем. И поможи, делаем бабушке. Хорош. Задушина. Юзанем худ. Он у нас здесь кликабельный, я помню. И давайте драться. Включаем третий, чтобы нас никто не пробивал. Вдруг вайпер будет бить. Давайте сделаем так. Ооо, я засуицидил только что своего тиммейта. Мог немного лучше нажать. Сразу. Хорош. Вот это я монстр. Трипл килл даже сделал. Прям жесткий какой-то я сегодня. Ну, теперь остается у нас прокачивать хуки. У нас 14 левел. Давайте закинем маны. И вообще сходить бы на базу, наверное. Так, блинк стоит 2 250. Давайте забиндим его через шифт и кнопочку, конечно же, левой кнопки. И давайте душить дальше Т-шку. Пока что все идет хорошо, но можно было намного лучше, конечно. Столько ошибок. Но ничего, мы учимся, по сути. Да, правильно, переучиваемся. И ласт хитим. Аккуратненько. Все, даггер у нас есть. Альт-Р нажимаем. Даггер у нас купился. При этом есть у нас опознавательный такой момент, что я купил даггер. Он показывается всей команде. Хорошо. И давайте, наверное, сходим таки на базу. Я стелепортируюсь. Мне впадло идти пешком. И с даггером потом побыстрее побежим. И покупаем через альт-Т несколько телепортов. Давайте еще купим ману. И погнали. Перемещаем. Все. Let's go. Идем на центральную. Теперь можем работать более агрессивно. Хорошо. У нас там снайпер ультует. Очень страшно. Нанизу суета. Давайте на низ, наверное, пойдем. Кстати, вот тут в этом режиме отлично можете ознакомиться, так сказать, со всей карты. Где, как, что, можно куда зайти, куда идти и тому подобное. Очень полезная тема. Реально, очень полезная. Рекомендую всем. Погнали на низ. У нас там Мартретка, Лоу ХПО. Сейчас будем пытаться ее подхукивать. Ох, он там ее душит. Оба. Я чисто пришел такой почти на стил, но ничего. Далее у нас идет талант, ребятки. 15 уровень. Либо вампиризм от заклинаний, либо урон от мидхук. Вампиризм от заклинаний, это круто. Это реально очень круто. Так, руны поресались каждую третью минуту. Хорошо. Руны, причем это руны богатства. Там втроем убивают. А такую верхнюю линию там Траксану спишет. Жесть, вы видели? Там прям очень страшно. Давайте вардов купим пачку. Я расставлю и будем аккуратненько хукать. Так, вот так вот делаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо агрить. Не надо агрить. Так, а есть там у Тайда кнопки? Да, есть. Погнали. Убиваем Акса, потому что он сейчас всех сагрит. Ой-ой-ой. Варлок уронил голема. Но душим, душим, душим. Должны побеждать. Хукаем в упор. Хукаем в упор. Атакуем. Хорош. Прокачиваем хук. Юзаем третий. Сделали мы трипл килл. Отлично. Душим. Убиваем Твинхеда. Задушили. Ой-ой-ой. Чисто ультра килл. Но это на вставочку, ребят. Это на вставочку. Хорош. У нас доступно еще несколько новых артефактов, которые у нас тут есть. Для покупки. Опа. Ахевич, смотрите, как умею. Опа. Вот так вот. Давайте вот так делаем. Меня Марфредка бьет. Сейчас сразу F нажимаем. F нажали. Нас не пробивают. У нас еще есть стики. Не забывайте об этом. Хорошо. Ой, какой хук в упор. Вот это я даю. Я уже думал, меня бот затроллит сейчас. Ха-ха, лох. Вот тут, знаешь, рак. Типа, что-нибудь такое. Забавно. Далее, смотрите, что у нас тут есть по талантам. 20-й левел я уже пропал. 10-й минуту. Жесть, как левел дается. Перезарядка миндхук или действие дисмембер. Давайте хук возьмем. Мы все равно будем хукать крипчиков и каталажки. А почему нет? Почему нет? Отлично. Давайте отойдем немножко. Перекинем слоты. Да вообще я бы на базу сходил. Можно Тараску купить, кстати. Но Тараска покупается. Не забывайте, что и в потайной лавке нужны нам артефакты будут. Но это, походу, тут все на базе покупается. Да. Берем Тараску просто на пудже. И погнали. Сейчас будем душить. Хорош. У нас есть Тараска. Сейчас повыкидываем, что нам не нужно. А именно, рейндропы мы не заюзали. Потому что там не было такого пастового магического урона. Не знаю, почему нам было предоставлено в расходниках типа рейндропы. Они нам вообще не пригодились. Стики мы тоже можем уже продать. Потому что у нас есть Тараска. Положить сюда варды. Либо что-нибудь еще. Но варды вообще лучше носить такие какие-то стандартные артефакты. Ну, расходники. Лучше ложить, конечно же, вот сюда в рюкзачок. Чтобы вам ничего не менялось. Так, пайпуха нам. Можно апнуть пайпуху. Можно взять, конечно же, агоним будет. Пойдем на центральную линию. Телепортируемся. Ребята там в миду что-то душат. Душат. Душат очень жестко. Так, четыре героя в миду. Сейчас будем выхукивать вот так вот. Опа. Вайпера выхукали. Давайте душить его. Фрэш мид. Вайпер фрэш мид у нас. Хорош. Вот этого сюда. Погнали, душить. Тиммейт у нас там умирает, но у нас свои задачи тут. Задушить пацанов. Хорош. Хукаем по КД. У нас талант с минус калдауном на хук. Поэтому убиваем всех. Хорош. Убили. Дальше. Где у нас там Мартретка была? Ну-ка покажись. Мартретка куда пошла? А я не увидел, куда Мартретка пошла. Ну, дали мы отпор. Можно закупиться. Есть у нас уже и Пайп, в принципе, ребятки. Через F3 можно его прислать. Опа. Кто там в спину? Квинхед нападает. Хукай его. Хорош. Уничтожаем. Отлично. Есть такое дело. Так, у нас 25 левел. И теперь у нас тут есть прокачки. Урон лечения от Дисмэма урожается на 1.8. И полторы силы блока урона за эффект флэш-хип. Очень лютая, кстати, тема. Чем больше у нас сил, получается, тем сильнее блокирует. Это жестко. Но можно взять второй и прыгать в толпу. А можно взять первый и вообще тоже прыгать в толпу. Я, если честно, не знаю по талантам. Нужно разбираться, более сильно углубляться в механику. Но я, на самом деле, в этом деле пока что дилетант. Погнали. Разбираем крипов, ломаем центральную. Сейчас пойдем варды поставим. Тавр мне ничего не будет наносить, потому что Тараска у нас регенит. Регенит, кстати, она постоянно, по-моему. По-моему, постоянно регенит, если я не ошибаюсь. Давайте в вайпера прикрукаем. Да, Тараска у нас регенит во второй доте постоянно, как в старых добрых версиях первой доты. Я помню, как только Тараска вышла, Тараска регенил постоянно. Это очень жестко было. Так, ну можно даже, в принципе, нажать вайпуху для нашего союзника. И зуд душили. Ой-ой-ой. Вот это страшно. Вырубай. Вырубай. Опа, хук. Что? Кого я попал? Слышали? Был звук, как будто я попал в тайда. Забавно. Так, у нас 27-й левел, а это значит, что можно прокачивать таланты из чё. Хорошо, пушим. Хорош. Отступайте, вы получили от этой башни чего-то там столько-то урона. Уважаемые. Я на пудже, у меня 4500 хп. Не переживай. Так, можно взять аганим, да? Хорошо. Присылаем аганим. Варды я так и не поставил, но сейчас поставим на хайграунд. Вот тут, нажимая альт, вы можете посмотреть, какие у нас границы, так сказать. Границы обзора товаров. Это очень удобно и можете расставить варды как хотите. Теперь, меняем варды на аганим и погнали ломать центральную линию. Ломаем, ребятки. Ломаем. Хорошо. Вайпер идёт. Хукаем вайпера. Попадаем. И убиваем его. Надо тайду дать пайп. Брат, даю пайп. Хорош. И уничтожаем. Уничтожаем всех под тэшками прям. А мне всё равно. Я на пудже, ребята. Я на пудже. И прокачиваем ещё. Оба. Нифига себе, мартредка там прыгает. Ух, как меня душат. А хп-то просели. Давайте отойдём. Не хочется умирать. Жестко. Жёстко. Трипл килл сделали. Давайте вот так вот. Оба. Да ладно. Хорош би. Задушили. Ой, голем появился с него. Это талант. Ультра килл я сделал. Ну, нифига себе. И прокачиваем ластовый, конечно же, какой-то там у нас уже атрибутович. Так, а это кто там? Что-то идёт. Акс. Ну, это рэмпэйдж на вставочку. Давай. Дядя. Дядя, рэмпэйдж на вставочку. Ой, хорош. Вот это да. Как говорится, с ботами на вставочку. С ботами на вставочку. Ребятки. И ломаем центральную. Это у нас такое лёгкое, получается, лёгкое обучение, где вы можете ознакомиться и с артефактами, и с ландшафтом. Самое главное, это с ландшафтом. Так, я не понял, ты чё там, дядя? А ну, иди сюда. Хорош. Свежее мясо, и погнали. Уничтожаем вайпера. Отлично. И ломаем центральную линию. Когда вы разрушите эти бараки, вы улучшите своих крипов ближнего и дальнего боя. Это вам поможет закончить игру немного раньше. Опа, хук какой. А звук был, как будто я не попал. По мани я немного просел, ребятки. Но ломаем топ ещё. Можно топ ломать, можно трон. Но лучше сломать топ. И будет хорошо. Довольно-таки забавная тема. Играть это на отдельный видос. Но в целом, ребятам, те, кто, так сказать, хотят или задуматься поиграть в вторую доту, это будет полезно. Я думаю, почему-нибудь. Ломаем центральную. Там, кстати, снайпер с троксой ломают зачем-то трон. Ну, давайте трон ломать. Чё делать? Давайте трон ломать. Ой-ой-ой. Мне страшно. Мне больно бе. Ребята, пайп юзаю. Жесть, я там урон смягчаю по себе. Акс там с блинка врывается. Ой-ой-ой, догера во все стороны. Ой, какой хук божественный. Блин, я ору со своих хуков. Хен с каткой, с ботами не может попасть хуком. Понимаю. Так, ещё големович. Но, кстати, тут, походу, меня отправляют, да, в таверну. Возьмём вот так, нажмём. Может, выживём? Не, вайпер не отпустит. Вайпер не отпустит. Попробуем уйти на ТП. Хорош, ушли на телепорте. У меня 400 хп регена. Подождите, это ж под колодцем. А там сколько было хп регена, что меня так не пробивали вообще? Но это жёстко. Это жёстко. Хорош. Пойдёт. Вообще, против вайпера можно было бы, конечно же, сделать какой-нибудь блейдмейл. Если он вас так убивает, то можно сделать блейдмейл и не париться. Так, а я очень хочу, знаете что? А где не дают нам другие артефакты? Нам вот тут ранние артефакты висят только. У нас, в принципе, Тараску. Зачем нам что-то ещё? Погнали. Аккуратненько пешком. На центр. И будем душить. Хорошо. Отлично. Идём заканчивать катку, ребятки. И на этом у нас обучение закончилось. Дальше будем разбирать что-нибудь. Или добавлять какие-нибудь игры. Пишите, кстати, в комментариях, что ещё можно было бы сделать. Почему нет? Вот забавная тема, не знаю. Не знаю, кому это будет заходить. Но, наверное, кому-нибудь, может быть, и зайдёт. Хорош. Хорош. Кстати, вот эти игры можно будет поиграть, если вы образно вообще не понимаете ничего. В начале, вот так сказать, пути вот этого Dota 2, образно, если вы хотите играть. То можно будет сделать, знаете что? Сначала поучиться здесь, посмотреть все анимации. И потом, так сказать, не парясь уже. Играть спокойненько. И проходить игру. Проходить игру вдоль и поперёк. Так, ну-ка отойди, брат, я подхукаю его. Опа. Хорош, задушил. Даже трипл килл сделали. Шесть. Такой бред. Ну, ломаем. Всё, ребятки. Вражеское древнее здание в нашем распоряжении. Можем его ломать на пудже. У нас 337 урона. Атакует центральную линию. На этом у нас, так сказать, обучение подошло, ребятки, к концу. Дальше остаётся только жёсткие полевые бои. Остаются жёсткие полевые бои. И, в принципе, всё. Победили. Это было, на самом деле, легче, чем я думал. Легче. Хорош. Викторий. Мы победили. Ребятки, на этом наше обучение полностью подошло к концу. Максимально полностью. Это значит, что вообще полностью оно подошло к концу. И мы всю базу вот это вот прошли. И, конечно же, после того, как вы прошли 5 из 8, как вот тут написано, вы можете получить вот эти вот шмоточки ранние, конечно, же. И ещё 1000 осколков, которые можно также поменять на какие-то интересные предметы. Они иногда дорогие бывают, иногда не очень дорогие. В принципе, ребятки, всё. Пишите обязательно, что там нужно ещё сделать. Может, в комментариях вы дополните что-то. Какую-то интересную идею, может, подкинете. И вот тут ещё у нас, если честно, очень много ещё сценариев, которые мы, возможно, будем проходить. Но это не точно. Основное мы прошли. Это, конечно же, режим новичка. И основные понятия доты также мы прошли. На этом всё, друзья. С вами был Ксаназус. И до скорого.